шалом дорогие друзья всем добрый вечер рад видеть всех кто со мной в эфире говорят про ноаха написано я видел недавно интересный комментарий вот порождение ноаха но и говорит этот комментарий что но он думал о том какие поступки он делает многие люди в основном люди думают о том что вот я сейчас все дело для своих сыновей для того чтобы мои сыновья были праведниками для того чтобы они изучали тору по-настоящему для того чтобы они стали великими людьми мои сыновья мои дети да все делается для детей а о себе он не особо заботится своем духовном уровне она он как раз заботился в первую очередь о своем духовном уровне и об этом говорится что порождение праведников это их хорошие дела ну и отсюда естественно и сыновья у них вырастают тоже хорошим всем еще раз здравствуйте и как видно как слышно напишите пожалуйста я вижу что у меня есть какие-то замедления надеюсь что у вас этого нет салон николай и федоренко салон ирина кто вот я вижу ваши комментарии как видно как слышно все хорошо все нормально напишите пожалуйста очень важно что сегодняшняя трансляция прошла хорошо сегодня мы поговорим об очень важной теме точнее с божьей помощью мы сегодня начинаем изучать книгу белва ви нишкан ивны что это за книжка эта книга которая написала рав и тамар шварц и и в переводе книга означает в сердце моем храм воздвигну и это очень интересно в Израиле автор и это человек который учился в лучших ищевых Израиля человек очень знающий мудрый человек с фотографической памятью а самое главное человек который постоянно продолжает искать истину и близость творцом он достаточно известный лектор в Израиле и теме приближения к творца он в принципе посвятил всю свою жизнь и сегодня с божьей помощью мы начнем изучать его книгу в сердце моем храм воздвигну которая говорит как раз о том как приблизиться к творцу пошаговое руководство приближения к творцу это то что мы все ищем каждый человек который пришел к вере в творца по-настоящему он понимает что это в принципе самое главное в этом мире близость к творцу для этого мы пришли в этот мир а если он не понимает то об этом как раз книга ему и объяснит так все хорошо видно и слышно что еще пишет отлично супер спасибо вам за ваши комментарии 10 отлично спасибо вам и так как начинается эта книга говорит нам работа марк что первая очередная задача человека это выяснить для себя в чем смысл его жизнь об этом на самом деле мы знаем пишет еще рам халь я думаю до него пишут авторы приведем маленькое предисловие говорит нам работа марк каждый еврей знает простую истину что у мира есть творец который создал этот мир и оживляет этот мир и в том числе самого человека да это мы уже знаем да мы уже находимся на уровне мы верим и знаем что есть творец который сотворил нас створил весь мир и постоянно его обновляет творец вселенной говорит каждому человеку что он просит у него и мы знаем что всевышний дал тору в которой он пишет что он хочет от нас корень проблемы заключается в том пишет равитомар шварц что человеку ясно что всевышний хочет от него что именно всевышний просит и ожидает от него какие действия в дни его жизни вот это ему не ясно точнее да что человеку не ясно что именно хочет от него что именно всевышний ожидает от него если вы спросите что мы говорим о человеке который не знает что торта на всевышнем мы ведь уже получили тору в которой объясняется что смысл жизни человека исполняется 613 заповедей но на самом деле мир называется на святом языке улам от слова сокрытие и путаница в этом мире очень большая потому что такова воля творца благословенного что все время что человек не жаждет и не трудится сильно для того чтобы четко определить как говорится в торе что всевышний бог твой процит от тебя да и есть такую пасук что знаю по моему так говорит пасук что всевышний бог твой просит и себе а и зна и 8 что всевышний бог ты просит тебя и дальше идет бояться всевышнего любить его да примерно вот так и если человек не будет этого знать И его жизнь будет проходить в путанице и сокрытии, и у него не будет четкого пути, как служить Всевышнему благословенно его имя. То есть понимаете, что говорит нам раб Итамар Шварц, что человек для того, чтобы идти прямо по пути, для того, чтобы идти четко по вскому пути, ему нужно самое первое, самое главное, это знать, что же Всевышний хочет от него. И знать это конкретно, и знать, по какому пути ему нужно конкретно идти, каков его путь в этой жизни, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Так, что говорят комментарии? Давай посмотрим, давайте посмотрим. Комментарии. Добрый вечер. Хорошо. Итак, мы продолжаем. РФТОВ. Всем, кто присиделся к нам еще раз, здравствуйте. Итак, точно так же, как в бизнесе, человеку, у которого нет задачи конкретной, сколько он хочет сделать, как он хочет заработать, как он хочет заработать, он бизнес, это вряд ли построит, да? Если он построит, то это просто удача. В принципе, практически любую вещь, для того, чтобы в ней чего-то серьезного добиться, нужно поставить цель и к этой цели идти. Да, это таково правило. И, естественно, что еврей знает, продолжает, говорит, варшварц, что нужно соблюдать 613 заповедей. Но служение Творцу, это не только соблюдение разрозненных заповедей каждый раз, то, что человеку встречается. То есть, есть люди, которые живут так. Ну, у меня есть, как бы, мой бизнес, моя семья. Ну, я начал, я соблюдаю заповеди. Ну, вот пришла заповедь, там, можно дать такую. Ну, ладно, дам. Так уж и быть. А сейчас пришла заповедь молитвы, ну, помолюсь. А завтра не хочется молиться, не буду молиться. То есть, приходит что-то в его жизни, он видит, что вот пришла заповедь, окей, возьму ее, сделаю или не сделаю. Да, то есть, так, есть люди, которые так живут. И Равшварц говорит нам, что это не самый лучший способ, как можно приближаться к Творцу. На самом деле, он говорит, что 613 заповедей нужно, чтобы еврей исполнял их в форме строения. Чтобы митцвот построили его, как полагается. Понимаете? Для этого нужен четкий путь. Как выстроить исполнение заповедей в форме строения? Как начать строение? Как продолжить? И в чем задача и смысл всего соблюдения митцвот? То есть, человеку следует выяснить, как исполнение заповедей строит его душу и каков путь исполнения вещей. Каково начало, каково продолжение и какова задача. То есть, говорит нам Равшварц, что для того, чтобы по-настоящему продвигаться в служении Творцу, у нас должна стоять задача. И мы должны знать, как эта задача продвигаться. Зачем мы все делаем вообще? Какой смысл всех заповедей? И мы узнаем, что у всех заповедей на самом деле есть какой-то смысл внутренний. Не только, что их нужно соблюдать. Это уже классно. Это первый уровень, что я соблюдаю заповеди, потому что Творец это сказал. Это, с одной стороны, самый первый уровень, с другой стороны, это очень высокий уровень. С другой стороны, есть продолжение. То, что мы нанизываем на вот этот остов, на этот позвоночник. Нанизываем еще круги, которые помогают нам приближаться к Творцу. То есть, если сравнить, это, знаете, такая игрушка детская, есть такая палочка, и на нее нанизываются колечки. Да, и получается такая красивая пирамида такая, да? Вот нам нужно построить такую пирамиду себя, условно говоря. И в этой пирамиде основа, это то, что я исполняю в заповеди Творца, потому что я верю в Творца. И еще вторая половинка, скажем так, основы, это то, к чему мы сейчас придем. 613 заповедей даны были еврею, но еврей должен прояснить для себя, с каких заповедей начать. Ну, естественно, что есть каждодневные заповеди, связанные со временем, и не об этом разговор, говорит Ро Шварц. Любовь к Всевышнему, трепет перед Всевышним, близость к Всевышнему и так далее. Множество заповедей, и нужно навести в этом порядок. Незнание четкого порядка, это сокрытие. А когда есть сокрытие, тяжело достичь сути заповедей. Да? Понимаете? То есть, если человек не знает порядка, как он должен продвигаться в заповедях, то тогда ему тяжело по-настоящему приближаться к Творцу. Понимаете? Есть вопросы? Буду рад любым вопросам. Пишите, пожалуйста. Для начала давайте поймем, для чего вообще нужны все заповеди. И говорит нам книга Библави Мишкан-Явне, что все заповеди нужны для того, чтобы приблизиться к Творцу. И это первая вещь, которую мы должны себе поместить в наше сознание и подсознание, что все, что мы делаем, все заповеди, все вещи, которые мы делаем, в принципе, мы их делаем для того, чтобы приблизиться к Творцу. Понимаете? Это самое главное. Это самый главный стол, на который мы нанизываем потом все остальное. Мы знаем, что есть Творец. Мы знаем, что он нас любит. Мы знаем, что самое большое благо и в этом и будущем мире, это близость к Творцу. И все свои желания, все свои возможности, все свое имущество мы направляем на приближение к Творцу. Давайте остановимся сегодня на этом. Если есть вопросы, пишите. И с Божьей помощью мы продолжим в следующий понедельник в 7 часов. Для тех, кто хочет домашнее задание, домашнее задание, подумать и сконцентрироваться каждый день 5 минут, как минимум, на том, что зачем я исполняю все заповеди. И подумать, все заповеди вот эти, для чего мне даны? Для чего Всевышний мне их дал? Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Митсво, митсва. На иврите происходит это слово цавта. Цавта это связь. То есть, каждая заповедь, она улучшает нашу связь с Творцом. Спасибо всем, кто был со мной в этом эфире. Всем вам желаю приближаться к Творцу в радости, в здоровье, в счастье, в хороших эмоциях, сладким путем. Всем счастливо, будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok